здравствуйте дорогие друзья все кто к нам возможно присоединиться или все кто будут слушать записи мы беседуем с еленой порецкой гадалкой парапсихологом вот на нашем новом канале сангейс москва привет москва привет электросталь привет привет лен да и у нас сегодня тема интереснее мы поговорим о гаданиях немножко порассуждаем что хорошо что плохо ну и остановимся на гаданиях на кофейной гуще очень это всем интересно я надеюсь но вот скажи пожалуйста как гадалка как экстрасенс очень часто так бывает что ситуацию которую ты видишь она очень негативная и в раскладе ты видишь что она негативная будешь ли ты своему клиенту говорить об этом прямо или как то вот зигзагом или все таки так чтобы не совсем разрушить его состояние тем негативом хотя уже человек приходит гадалки тогда когда ему не совсем хорошо правда или скажем плохо и он хочет услышать что-то что-то успокаивающее все таки да в основном люди хотят слышать то что они хотят слышать то есть никто не хочет слышать по сути мало кто хочет слышать как бы информацию которая допустим будет неприятно мало того когда я допустим говорю людям неприятные какие-то вещи да особенно если это в жестких комментариях идет то практически получается момент где я не снимаю негатив человека вот я что вижу в человеке то я как говорится ему будущее пихаю вот и получается что это неприятно слышать многим да как бы прямо скажем вот но если я работаю в своем ключе со своими людьми да как бы то у меня получается что я микширую какие-то как это сказать микширую да всем привет микширую где-то какие-то события то есть я заранее снимаю негатив но если я постоянно работаю с людьми для этого мне надо конечно вхождение в ситуации потому что есть вещи которые как бы есть закадровые вещи которые особо никто не говорит и как бы как их сам человек развернет зависит от его желания бывает так что у человека идет карьер допустим гладко-гладко она он устал там или направление там тяжелое да на самом деле и у него формируется уже состояние выбора то есть и когда человек допустим говорит что он хочет там допустим что-то изменить да как это говорят бойся своих желаний да то происходит момент и вселенная как были боги да они создают его сознание эту развилку и здесь как бы фактор того насколько человеку ценно то что было раньше допустим останется ли он в этом вдруг если изменится событие и как-то все развернется как было да либо он пойдет дальше то есть ну многие наверное это проходили да допустим есть фатальная ситуация где бесповоротно вот человека как у меня было у меня было состояние когда я жила была замужем своим бывшим мужем и у нас начались проблемы девяносто девятом году в 2001 году я не знала как развернуть ситуацию хотя сама гадать начала и у меня выпадала как бы два пути да вот и вот эта развилка она меня мучила как бы потому что в принципе как бы другого направления у меня не было для меня его направление было ну как бы мировоззрением образом жизни и был момент где я как бы до обращалась к людям тоже спасибо им большое это гадал 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 к мужчина гадал к мужчина гадал к или гадать или мужчина гадатель это было в магазине где мы книги сдавали я тогда с детьми была у меня была тысяча рублей такая заначка моя и я вот помню что в принципе он мне погадал и он мне тогда сказал говорит что если вы говорит останетесь в семье как бы вот как вот вы сейчас как бы ну хорошего будущего не будет то есть в итоге как бы вы сломаетесь он вас сломает если вы говорит начнете пойдете по той развилке где вы сами начнете у вас будет потом свое направление но он видел меня как бизнес тетку какую-то я однозначно бизнесом не занимаюсь хотя понимая что как бы хорошо зарабатывать люди именно которые занимаются бизнесом даже используя мои способности кто ко мне обращается у них в принципе в делах нормально идет опять же если нету той развилки про который я изначально сказал то есть если человек как бы в состоянии развилки то есть допустим у меня были такие случаи человек пришел ко мне и работал он с каким-то там человеком и он мне стал говорить что ему там в человеке что-то не нравится я говорю понимаешь как только ты стала увидеть по-другому человек уже после с тобой может поступить некорректно то есть здесь очень много факторов как бы да почему мы кстати во многих компаниях и госкорпорациях во всем мире мы видим что либо коллектив идет спайка полная да либо если допустим кто-то ковыряет под кого-то то в итоге все это дело разваливается в каком-то русле да там и на самом деле это все сложно да поэтому предсказания как таковые да идут по принципу как вам сказать развилок да у всех голове как бы очень много всяких таких дорожек да которые мы все выстраивали и выстраиваем там каждый день они бывают зависит от окружающих допустим если человека подсиживают и делают под него порчу то тут тоже разные ситуационные моменты бывает что он переходит другую какую-то градацию своей развилки да в пути и ему лучше будет вот как у меня было да то есть я ушла в никуда с двумя детьми я осталась без всего вообще да без направлений без денег только двое детей подростки почти да и и все и вот только я умела рисовать гадать и на основе этого я как бы выстроила свое направление без поддержки без помощи мне только вот родители помогали иногда и все периодически ну как бы единственное да получается вот ну и как бы какие-то люди которые участвовали там моей судьбе как то что-то кто-то помогал но так чтобы это было крупным спонсированием такого не было конечно потому что иначе бы я сейчас была на нашем телевидении передачи вела да вот поэтому в этом случае как бы опять же тут еще один фактор работает насколько что человеку надо бывает что человеку нужно человек бывает заточен на деньги да например вот вы обращали внимание есть разные люди человек бывает заточен на статус и не секрет да что общаясь допустим с людьми такого плана вы наверное будете чувствовать что они прям любят собирать вокруг себя людей статусного характера то есть для них это важно да там они готовы как бы вместе метлой там перед каждым да кто для них статусен и за счет этого они за счет этого общения они удержат свой статус и они за счет этого могут делать себе капитал общаясь там где-то в каких-то окулуарных кругах они фиксируя себя с тем или иным человеком значимым в среде они могут вот таким образом выстраивать себе уже отдельную какую-то позицию я с такими с таким вот человеком недавно тоже столкнулась да в общении и я вам скажу что это опасные люди потому что сегодня он она вам улыбается завтра она улыбается вася пупкину с кого человек деньги состригает там и свой капитал настригивая да эмоциональные там статусные системы этот человек и будет это ну страшные люди на самом деле это те кто идет по головам если они обладают какими способностями то по сути потом а кстати что происходит с такими людьми вот которые таким образом выстраивают себе позицию карьерную идя по головам до всех при этом используя любого человека в его статусе потом у этих людей разбивается здоровье да то есть это возвратный удар будет либо постепенно если люди обращаются кому-то их кто-то защищает либо это будет в один раз сразу и смотря с кем такой человек столкнулся в боевых действиях потому что как бы в любом случае это может и не может а точно вернется очень фатально до таким людям вот существует еще принцип когда людьми управляют да то есть бывает что человек как это сказать вот я работаю с разными людьми и и ритзе лучше обратно сейчас вернусь вот бывает что человек пустой как бы как это выглядит я объясню то есть бывает что человека разбивают как бы противоборствующие вокруг него работающие люди и в какой-то момент времени этот человек становится пустым то есть у него нет своего я он не может фиксировать среду вокруг себя так как положено этот человек может если он стоит допустим где-то в основе какого-то направления или бизнес или госкорпорации этот человек может ломать структуру он неправильно делает действие неправильно распределяет средства то есть это обычно бывают люди у которых влияние идет от женщин допустим причем около них работающий и в итоге как бы такие люди могут пострадать проблема будет фатальная проблема будет по здоровью потому что обязательно человек ошибется накосячит обидев кого-то и соответственно у такого человека и у тех кто в этом участвовал будут очень большие проблемы опять же в зависимости от того с кем он столкнется в боевых ситуациях энергетических да лен скажи вот если мы вернемся к гаданию в основном то люди приходят те у кого кто на развилке когда они не могут сами принять решение им нужна помощь в основном так и в основном приходят знаешь как очень многие приходят когда уже ситуация подошла к пику вот обрушение то есть сколько раз я говорил и говорю даже своим стабильным кто давно ходящие люди я говорю вот чувствуете не то что то идет лучше позвоните да даже просто разговор он вытащит да у меня были такие случаи и опять же бывает что желание делать что-то или не делать что-то присутствует где-то или работать где-то или не работать она тоже зависит от воздействия у человека теряется интерес и человек не знает остаться на этом месте или нет да там теряется направление направленность пути то есть и вот здесь тоже важно вовремя подкорректировать потому что на самом деле как бы все зависит еще от самого человека то есть если человек хочет чего-то или не хочет то я как бы обычно все-таки учитывая волю человека почему потому что бывает так что ты удерживаешь кого-то где-то, а может быть, ситуация развернется в минус человеку, даже с точки зрения, что он устал или она. Я даже в своем направлении, когда я вижу, что я на какой-то стрессовой волне, я не работаю активно, да, то есть меня, как вот в эти четыре дня, да, у меня как бы вот идет такой вот момент, я стараюсь восстанавливаться, да, прежде всего. Вот, поэтому люди обращаются, когда все рухнуло, люди обращаются, когда начинает все рушиться, люди обращаются, когда идет позиция, как это сказать, он не знает, куда идти или она, да, там, останется ли его направление живо или нет, то есть сейчас, тем более такое время перемен, да, то есть как бы люди обращаются, когда проблема по здоровью, да, то есть я как бы восстанавливаю позиции, сейчас у меня есть новая практика, я на своей шкуре, как говорится, наработала ее, потом тоже ее в лекционной форме буду преподавать, когда вот выпишу. То есть, как бы вот люди всегда ищут того или тех, кто подскажет, я обратила даже внимание, что иногда я в комментариях, когда что-то пишу, там толкование снов, тоже, кстати, очень важно обратить внимание на сны. Например, пример свой, скажу, сны не буду говорить, да, но вот у меня несколько дней, как бы, наверное, в течение 10 дней, может быть, еще раньше снилось, там, пару-тройку снов, один мне снился в субботу недавно, ну, практически вот этот сон, он сбылся сейчас, то есть полностью, и практически, как бы я, как это сказать, я все хочу субординировать все свои сны за весь период какой-то, но у меня все не получается, это время, это надо сидеть, все собирать как бы в кучу, и в итоге я понимаю, что, как это сказать, что вот сны, они тоже влияют, то есть, что у вас в голове, как бы во взаимодействии с кем вы, да, и что вам снится, так, как говорится, сны и влияют на вашу реальность, да, и здесь, опять же, даже вот если взять меня и сбылся этот сон, я не могу сказать, что он плохой, он болезненный, да, то есть ситуация, которая в принципе произошла, она была для меня болезненной, не только для меня, но почему-то я чувствую, что все будет хорошо, будет очень огромный плюс, то есть этот удар, который, допустим, я могу считать как удар или кто-то, да, как мы всегда воспринимаем не очень хорошей ситуаций, этот, как бы, да, удар может оказаться большим бонусом и плюсом в перспективе для всех, кто участник событий. Да, давай, я понимаю, что она смотрит, давай возьмем конкретный пример, приходит к тебе женщина, делаешь ты расклад, и видишь, и жалуются, да, я понимаю, но ты же меня слышишь, не знаю, нет, да, ситуаций много. На самом деле, вот пока Лен там отвечает, я хочу сказать о том, что есть еще такой способ гадания на кофейной гуще, и это вообще очень интересная вещь, это вообще целый ритуал, когда мы тихонечко, спокойненько выпиваем чашечку кофе, но сначала варим ее с полным пониманием, чего мы делаем, потом выпьем спокойно, вообще кофе, напиток такой, который переносит информацию, вот, и потом мы гадаем на этой кофейной гуще, и таким образом, вот в этот раз мы в первый раз проведем такой вебинар с Еленой на зуме, то есть она будет видеть вас, она будет вас слышать, те, кто придет, конечно, на это действие, вот, и сможет рассказать очень много интересного, не только потому, как выглядит дно чашки или чашка от кофейной гуще, но и зная вашу информацию, дату рождения и так далее, то есть это будет очень глубокий анализ, несмотря на то, что вроде бы как просто гадание на кофейной гуще, хотя тоже очень много информации можно увидеть. Вот. Ты нам немножко расскажешь о том, как происходит гадание на кофейной гуще, что можно увидеть вообще, и прошлое, и будущее, и настоящее, или что-то еще. Сейчас соберусь. Ну да. Ну что вам сказать насчет гадания на кофе? Во-первых, очень важно, кто наливает кофе, да, кто наливает кофе, значит, то есть как его важно именно заваривать, да, то есть бывают случаи, вот я сколько раз обращала внимание, если кофе заваривается не относительно гадания, да, просто вот человек заварил кофе, то, в принципе, на нем бесполезно гадать, оно не будет заточено на это, то есть важно, когда вы делаете, завариваете кофе, важно думать об этом, да, как бы, и, естественно, на турку надо, если небольшая турка, да, вы знаете, там, допустим, ложки три заварить, лучше, если это будет самомолотый кофе, и, соответственно, лучше мелкого помолу, то есть, в принципе, вот у меня две чашки, да, вот тут есть, получился мелкий помол, да, и крупный, да, как бы, вот чашка с мелким помолом при гадании выглядит вот так, то есть это более-менее мелкий помол, вот если я приближу, видите, да, чашка с крупным помолом выглядит вот так, то есть вот меньше остается гуще на чашке, да, то есть оно более вот таким макаром как бы выглядит, в принципе, и по вот этому моменту надо гадать, то есть, в принципе, в середине у нас это настоящий момент, если мы правши, да, вот мы держим, то вот это вот у нас, это прошлое, значит, это будущее, да, сейчас, подождите, это будущее. Это зеркально, да, вообще. Да, у меня очень сложно с этим. И если посмотреть по бокам, сейчас, подождите, вот, по бокам, видите, да, там, то это переход от прошлого к будущему. Вот если посмотреть на эту чашку, понятное дело, да, что она, сейчас, секунду, я никак не соображу, как это лучше. Вот, если посмотреть на эту чашку... Вот, наверное, вот так будет лучше, вот так. Да, вот если посмотреть на эту чашку, да, вот мы смотрим и мы видим, да, в настоящем моменте происходят у нас какие-то состояния, да, обратите внимание, как фигур, которая тянет что-то, то есть, как будто бы... Ну, что, греха-то эти, это моя чашка, вы все это поняли, наверное, да? Внизу и над ней я птичку вижу, например. Да, но тут, если посмотреть, что внизу, как бы в настоящем моменте мы видим птичку, которая, как бы, да, сейчас... которая приготовилась взлететь, и на ней, как бы, всадник. То есть, это птичка, которая несет человека какого-то. То есть, по сути, как бы, если посмотреть, то тут видно, что эта птичка, она стоит на горе. То есть, это значит, что человек, который несет другого человека, влез уже на какой-то уровень, гору, да, и он будет идти дальше, потому что этот уровень он уже прошел. То есть, опять же, это может быть связано у меня с ситуацией, которая вот была в эти дни, да. Тут видно, что это еще морда медведя, да, вот если посмотреть идущего, на нем опять же висит маленький человечек, да, как будто бы они друг с другом связаны, эти два человека, ну, как бы вот так. Если посмотреть на элемент прошлого, сейчас, вот, здесь мы видим моменты работы, да, как бы очень много работы, каких-то отношений, здесь мы видим выход из ситуации, здесь мы видим лицо женщины, которое, в принципе, достаточно негативно, то есть присутствуют лица людей, если вы обратите внимание, которые женщина боком, вот мы смотрим, да, вот ее лицо, прям обратите внимание. Если посмотреть, сейчас, если посмотреть вот ниже, да, вот ниже под женщин, там собака, да, морда собаки, это говорит о том, что, в принципе, присутствуют как бы как недоброжелатели, так и друзья, то есть, ну, в моем окружении, и сейчас как бы число сторонников больше, чем, допустим, недоброжелателей, вот, но при этом, если обратите внимание, это как бы скомпоновано из нескольких, то есть присутствуют и вражеские какие-то мордочки, да, там, то есть, по сути, тут видно, что идет какой-то вокруг, какая-то там, я не знаю, мышиная возня, и как бы все это как бы вокруг меня получается, да, по сути. Вот, ну, да, вот эта женщина, прям ее надо запомнить, отрисовать. Вот, это элемент будущего. Если мы смотрим по бокам в чашке, мы видим спокойное, да, течение событий, то есть в итоге как бы ситуация разрулится в плюс для меня и с кем у меня эта чашка связана, да, с людьми. Потому что, естественно, когда мы делаем кофейные чашки, мы пьем относительно кого-то, да, тоже вы должны это помнить, это могут быть ваши близкие, либо какое-то окружение, коллеги и прочее. То есть, когда мы пьем кофе, нам нужно о чем-то или о ком-то? Да, обязательно, обязательно, может быть, вопрос какой-то, либо вы думаете о людях, кто вас беспокоит. Потому что чашка, бывает, показывает именно то, что с чем вы пили кофе. Вот тут мы видим достаточно нормальное состояние. Пусть дорога извилистая, но как бы есть направление, да. То есть, в принципе, я как бы во всех направлениях, где я присутствую, я также и остаюсь. Опять же, слева мы видим птичку, да, вот, и какие-то другие инсюниации, да, интересные. Эта чашка, я скажу, эта чашка была вчера у меня. Нет, это чашка утренняя, то есть вот это утренняя чашка, да. Вот эта чашка, которую я пила буквально сейчас перед этим самым передачей, да, вот. Обратим внимание на вот эту позицию. Если посмотрите, это обозначает дороги и взаимосвязи тоже с людьми. То есть тут мы видим какие-то дороги, они не длинные, обратите внимание. Дороги связаны с людьми, это какие-то встречи, разговоры, которые могут открыть новые возможности, которых я даже пока могу не знать. То есть это если взять, что это моя чашка. Вот. Здесь мы тоже смотрим. Опять же, дно у нас это настоящий момент, да. Блин. Да. Вот. А здесь мы видим некую вязкость, потому что все-таки кофе, когда молотый мелко, он вот дает такой вот рисунок, хотите вы этого или нет. Тут мы видим какую-то вязкость, и это не говорит о том, что это плохо. То есть на самом деле как бы все равно присутствует выход из каких-то ситуаций, присутствуют какие-то рыбы, возможно, собаки, вот там вот я вижу, да. Там что-то вроде как голова змеи или что-то такое. Да, присутствует. В настоящем моменте присутствует лицо женщины, как бы голова змеи. То есть, возможно, это как раз то, что будет исходить из ситуации, которая в эти четыре дня у меня, например, была. Соответственно, это вот проявится... Ну, кстати, что говорить, я уже получила сообщение, как бы человек проявился, да. То есть кто это и что это, я уже знаю. То есть в настоящем моменте это есть. Но опять же тут говорит о том, что этому человеку нужна будет взаимосвязь со мной. Видите, да, хитросплетение, то есть ответственное. Сейчас, секунду. Я еще никак не приспособлюсь к этой зеркальности. У меня все куда-то в боки тянет. Так, что у нас? Так, это вот так, да. Значит, это у нас прошлое, да. Вот, видите, вот оно, да. А вот это будущее. Смотрим элемент прошлого. Почему? Потому что прошлое – это, может быть, не сегодняшние события, например, а события нескольких дней назад. У людей бывает это всплывает старая ситуация, смотря с чем вы пили кофе, да. Вот если посмотреть здесь, то... Ясно-понятно. Тоже, вот если смотреть здесь, вот посмотрите, сейчас покажу, покажу. Вот там прям какой-то вот... Вот что ты видишь, давай. Вот, да, вот прям напротив меня. То ли зверь, то ли какое-то чудовище, то ли какая-то голова, причем такое ощущение, что он что-то в рот себе кладет. А может, это даже на тигра похоже где-то вот на меня. Ну, здесь, в принципе, показаны ситуации, в которых я как бы взаимодействую. То есть достаточно такие непростые, да. Охренеть. Да. Новости одна лучше другой, блин. Вот. Короче. Нужно ничего сказать сейчас. Я вылетела, подожди. Ну, это опять же говорит о том, что какие-то происходят моменты, да, в моей жизни сейчас, получается, вот, ну, как бы эта чашка, да, она обозначает вот эту позицию. То, что тут, как бы, вот эта вот морда, мы видели, это, говоришь, тигра или иероглиф какой-то, или вообще, как бы, как некая угроза, по сути, как бы, да, это идет какая-то напряженная ситуация, да, в принципе, которая, в принципе, выйдет в плюс. То есть если мы посмотрим сейчас... Сейчас, подожди. Ну, вот у нас тут девушка появилась, говорит, гиппопотама видит. Ну, девушка, а колонна еще видит. Вот если мы посмотрим, вот смотри, вот мы сейчас переворачиваем, блин, чашку, как, как, научите меня, как этим пользоваться. Вот, вот мы помним, вот это прошлое, да, вот эта сторона. Теперь смотрите, по бокам чашки у нас идут дороги, видите? Идут три дороги. Две из них, возможно, дальние или полудальние. Одна точно далеко, как бы, поездка будет, как бы. Но это, скорее всего, запланировано, потому что у меня было... С боков вы видите практически очертания города, да? Вот если посмотреть слева, да, вот сейчас вот с этой стороны мы смотрим. Да. Нет, с какой, он с той, да? Там очертания города, вот, как бы, вот, посмотри. Ну да, 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 здесь. Вот, ну это, как бы, моменты, которые я... То есть дорога в город? Нет, это дорога, связанная с какими-то делами в городе, вот, тут выпало у меня. Но, опять же, это, как и всегда у меня выпадает, я какие-то участвую в чем-то, это понятно. Дальше идет, обратите внимание, все равно выход из какого-то вот этого, ну, каких-то хитросплетений, да, там, событий, разговоров. Вот тут вот мы видим, вот, обратите внимание, ребеночек, видите? Такой ребеночек, который, как бы, летит почему-то, то есть что-то связано вот с детьми, да, будет какое-то, какое-то новое направление, которое, кстати, если вы посмотрите, сразу идет сюда и дает светлую полосу. То есть, как бы, это достаточно успешные какие-то моменты, проекты и какое-то мое участие в них. Здесь, если посмотреть вот эту позицию, да, вот тут, вот видим темненькое, здесь тоже нет никакого минуса. Здесь просто идет момент, исходящий из той ситуации, которая у меня сейчас сформировалась. То есть, и тут будет, как бы, тоже какое-то решение вопросов. То есть, ну, в основном тут видно, что это мое направление и все то, с кем и как я работаю, да, как бы. То есть, идет перестройка. В любом случае у меня получается, что, как бы, это все сгармонизируется. То есть, в принципе, чашка тоже неплохая. Вот что у меня. Ну, да. Ну, для того, чтобы... Важно, насколько важно сварить кофе правильно и правильно перевернуть. От этого же зависит. Да. В какую сторону покрутить, болтать там. Ну, здесь как надо. Здесь вы, когда выпили кофе, у вас осталось там чуть жидкости и вот это гуще. Вы, как бы, это все разбалтываете. Да, да. И сначала вы на себя выливаете, это вот прошлое у нас будет, да, на себя. Потом от себя остаточное. Поняли, да? Ну, болтать вот это надо, чтобы у вас, как бы, рисунок разошелся по всей чашке. То есть, вы сначала так взболтали, вот, взболтали, да. А, это нужно делать правой рукой или левой, или все равно? Ну, кто правша, тот будет делать правой. Вот, потом вы на себя делаете, а потом уже от себя, да, то есть блюдце. И потом ставите на салфетку, да, это выглядит вот так. Ну, на блюдце, наверное, лучше. Не, на салфетку, чтобы впиталась влага, которая сойдет с этого рисунка. Ясно. Ясно. То есть, настроение человека в данный момент будет действительно отражать состояние, вид рисунка на рисунок. И это будет именно то, что нужно увидеть. Я говорю, настроение человека будет обязательно отражаться на рисунке и его состоянии. Ну, вообще-то, да, будет, но не всегда настроение в кофе. Именно события, как бы, какие-то отражаются. То есть, больше не события, которые происходили. События, которые происходили, если взять прошлое, из чего мы видим, что у человека было что-то в прошлом, что повлияло на настоящий момент и на будущее. То есть, переход. И вот этот боковой переход в чашках, он показывает какие-то фигуры. У меня были случаи, как бы, когда... У меня были случаи, когда вот фигуры были очень хорошие. Ну, да. Вот. Да, ну, понятно. А если тебе добавить еще к этой информации, там, дату рождения человека, его фотографию, то сказать можно еще больше. Да. Кстати, да. Если, допустим, вы... Мы будем делать подобную передачу, если вы будете присылать чашки, да. То есть, да, кстати, когда... Ну, ты уже сказал про передачу или ничего не сказал? Про вебинар, да. Да, я сказала, что мы планируем такой вебинар. Значит, вам надо сфотографировать чашку, да, вот как бы вот так вот сначала. Потом вот с этой стороны, чтобы я видела ручку, с которой вы пили. То есть, вы можете даже как-то именно показать, как вы пили, да. Потому что вы можете левшой быть, да, или правшой. И вот так. То есть, вот эти все позиции вы четко фотографируете. Прям вот так вот, допустим, с боков тоже. То есть, четыре, по сути... Блин, сейчас, секунду. Короче, смотрите. Вот так, да, фотографируем. Ну, ровно, вы поняли, да, ровно. Раз. Чтобы дно было видно, чтобы стороны... Да, то есть, это настоящий момент. Потом мы делаем фотографию вот этой стороны, то есть, это прошлое, да. И потом мы делаем фотку этой. И еще раз мы делаем каждую сторону боковую уже. Вот, вот видите, вот так. Раз. Почему? Потому что рисунок, то есть, по сути, когда смотришь чашку, ты крутишь ее. На самом деле, да, вот если я буду крутить, разные фигуры будут смотреть. Они будут меняться. Вот. Ну, то есть, вот как-то так, да. И вы... Ну, как же мы знаем, как же мы знаем, как же ты знаешь, с какой стороны смотреть на, допустим, на то же дно? Ну, человек должен будет определить в чашке, с какой стороны он пил. То есть, должен, наверное, сфотографировать себя. Вот это правое. Я правша, да, вот у меня с правой стороны, получается. Если человек левша, у него с левой, понимаете, да. То есть, как бы наклонить и тогда сфотографировать. Ну, да, человек должен сфотографировать. Вот именно. Но так, чтобы было видно, с какой стороны рисунок. И фотографии чашек нужны именно с ручкой, чтобы я понимала, как бы, да, с какой стороны человек брал. Ну, как вот если бы я чашку брала. То есть, чашку надо сфотографировать качественно раз пять. И, кстати, если вы особенно четко увидите какие-то фигуры, вы можете их прямо отдельно приблизить, и мы прямо отдельно их рассмотрим. Фотографии, имя и даты рождения своих. Фотографии лучше свежие. Не надо 97-го года присылать там или 56-го какого-то. Ну, сейчас легко. Даже селфи можно сделать. И это вполне пройдет. Ясно. Ну, замечательно. Ну, хорошо, хорошо. Я думаю, что мы, в принципе, и обсудили, и разобрались, что нам надо делать. Ну, да. И мы можем на этом закончить это мероприятие. Ну, в принципе, да. То есть, если, конечно, вот как бы интересно, вот это гадание на кофе, оно месяца на три действует. Но иногда на большую перспективу. Чем чаще вы гадаете, тем больше раскладывается перспектива. То есть, как бы кофе тоже такой непростой, поэтому часто гадать на нем нельзя, понимаете. Ага, даже так. То есть, каждый день гадать не имеет смысла. Ну, я, например, как делаю? Я, например, попила кофе, и я переворачиваю по-любому, потому что я смотрю не полностью там чашку, а какие-то вариации на тему. Но когда это происходит на автомате уже, то теряется как бы глубина, да, видения. То есть, не так четко ты можешь что-то видеть, уже немножко это размыто получается. Вот. Лучше, если это определенное состояние. Вот ты пьешь кофе, пьешь, а потом ты решил перевернуть чашку. Как бы, да, у тебя накопилось там что-то, да. Ну, в принципе, как и в гадании, да. То есть, нельзя гадать постоянно, даже снимая негатив, нужно делать какие-то промежутки. Вот я специально делаю промежутки, потому что, снимая негатив постоянно, прям 24 часа в сутки, ты перестаешь выбрасывать на материализацию, что надо. И в какой-то момент времени, в какой-то момент времени, ты просто теряешь немножко позиции в этом. Ощущение, что снято, что не снято. Можно не доснять что-то, не увидеть, да, видение теряется. Поэтому я стараюсь как бы работать тоже и с собой по сеансу, вот там обязательно, да. Ну что ж, хорошо, Лен, спасибо большое. Мы еще будем встречаться и на канале Москва, и на канале Чикаго, и на канале Казань, и на всех других каналах, которые вот сейчас создаются. Ну и спасибо всем, и до новых встреч. Всем пока. Пока, спасибо. Пока, Ритуль. Субтитры сделал DimaTorzok